Всем привет! Начинается вторая лекция сегодня, которая будет посвящена окончанию Edge немножко и схемам кодирования и вот дальше CDMA 3G Сейчас я прислю ссылочку в Discord Посмотрю, чтобы все подключились Ну, кто-то там Так Пока никого нету Я вижу Я вижу, да, что вы подключаетесь потихонечку Сейчас дождемся побольше, чтобы могли Этот человек слышно нормально, хорошо Как прошла лекция, Виталий Михайлович? Что там было-то у него такого удивительного По сравнению с обычными лекциями? Это тут нам на этой неделе, когда надо подключать К трансляции на YouTube Думаю, что без этого обойдемся О, пятеро человек Где все? Где все? Шесть, семь До десяти дойдем И я начну У-у-у-у Восемь человек В чате Лекция читал Постникова через телефон По Discord Презентацию транслировал при этом Прямой трансляции? Нет Десять человек Одновременные просмотры Все, я начинаю Итак Пара слов, чтобы закончить предыдущую лекцию По поводу схем кодирования в Edge Мы там разобрались В целом Что Кстати Ну ладно Итак Начинаю лекцию Всем привет Начнем эту лекцию с конца предыдущей У нас Мы обсуждали, что такое схема кодирования И Самое главное, что я сказал Схема кодирования зависит от состояния сигнал-шум И Что она меняет? Она меняет избыточность Кода Дополнительного Который нужен для обнаружения ошибки И Второе Меняется цифровая манипуляция Которую можно использовать Или Могут меняться еще дополнительные параметры На примере Wi-Fi мы увидели, что это может быть Использование Multiple in и Multiple out И там Типа разные Ширина каналов И прочие дела Так вот Возвращаясь обратно к GPRS и Edge Немножко Уточнений Именно конкретно Чем Edge Отличается От GPRS Значит Помимо того Что У него есть У Edge появилось Новых 9 схем манипуляций Они используются вместе с манипуляциями GPRS То есть всего получается 13 схем Которые можно использовать В Edge Есть отличия Между схемами Не только по степени избыточности Как это было в GPRS На старших схемах кодирования Есть дополнительные Всякие штуки Которые можно использовать Если отношение сигнал-шум Хорошее Но В некоторых случаях Это не всегда используется Значит Я перематываю на следующий слайд Что у нас есть В Edge Первое Про что можно сказать Это Ресегментация Сейчас Что такое Ресегментация Значит Во-первых Там еще не перечислено Вот почему я Спал Там не перечислено Помимо ресегментации Есть еще одна штука Дело в том Что пакеты При передаче Через мобильные сети Они организуются В специальные блоки И вот GPRS Если была ошибка То нужно было передавать Весь блок Вот Причем блок частично Может быть По разным каналам Передаваться данных Вот В Edge Можно передавать Не весь целиком блок А только те пакеты Которые были действительно С ошибками Типа хорошее улучшение Что еще есть Вот Ресегментация Первое Значит Вообще В каких моментах Происходит Схема Смена Схемы Схемы Кодирования Должно произойти Какое-то время Существенное Для того Чтобы Антенна Поняла Что вот Типа Нам нужно Выбрать Другую схему Кодирования Для конкретного Сеанса Соответственно Если человек Уходит То есть Он сначала Находился Возле базовой станции Потом он ушел Поменялось Вроде как Отношение Сигнал-шум Но схема Кодирования Не меняется Так вот В Edge В отличие от GPRS Можно Передавать Заново Пакет Который был Принят с ошибкой С помощью Пониженной Схемы Кодирования Здесь На другую частоту Уйти нельзя Цифровую манипуляцию Использовать Другую нельзя Но можно Использовать Более избыточный Код Просто Конкретный пакет Посылаем С помощью Сниженной Схемы Кодирования Это Ресегментация Ресегментация Это Передача Неверно принятого Пакета Пониженной Схемой Кодирования Что еще Что там дальше Огно адресации Отлично Огно адресации Ну окей Хорошо Да Значит В GPRS Есть нумерация Пакетов И она там Нумерация От 1 до 128 Соответственно Если у нас Получалось так Что какой-то Пакет ошибочно Передавался И прошло Слишком много Времени Чтобы Началась Нумерация Заново То могли быть Какие-то проблемы Связанные С тем Что номер Пакета Ошибочного Он вперед С другого Окна адресации Как бы Получалось В связи с этим Edge Увеличил Окно адресации До 1024 Круто Дальше Точность Измерения Это Насчет Измерения Уровня Сигнал Шум Чем чаще Мы его точнее Измеряем Тем лучше Мы можем Подобрать Схему кодирования Соответственно Например Экономнее Использовать Ресурсы И Передавать Быстрее данные В случае Если у нас Есть возможность Передавать Быстрее данные Значит В GPRS Измерение Радиоусловий Происходит В паузах Между передачами То есть Это Раз В 120 Миллисекунд Значит Принципиально Других возможностей Нет В Edge Чтобы что-то Поменять Но чтобы Не ждать Вот каждые 120 Миллисекунд В Edge У него Есть такой Параметр Дополнительный Вероятность Возникновения Ошибки на Бит В каждом Фрейме И на Эту Вероятность Влияет Не только Отношение Сигнал Шум Но там Скорость Перемещения Терминала Временная Дисперсия Сигнала И вот Этот Параметр Бит Вероятность Возникновения Ошибки Он Меняется От фрейма К фрейму И Edge Может Передавать Эту специальную Вероятность В зависимости От этой Вероятности Можно Тоже Менять Схему Кодирования Не только От отношения Сигнал Шум Что еще Что там еще У меня записано В слайде Контроль За скоростью соединения Да верно Контроль За скоростью соединения И тут Важнее даже сказать Вот что В контроль За скоростью соединения Входит такое понятие Как Инкрементная Избыточность И это Довольно Интересное Улучшение Что такое Инкрементная Избыточность Вы уже поняли Что вот Есть Пакет У пакета Есть Дополнительные Нет Другую сторону Избыточные Данные Которые Нужны нам Для того Чтобы Восстанавливать Полезный сигнал Избыточность Данной Могут быть Больше Могут быть Меньше В зависимости От того У нас Хороший Сигнал Шум Или нет Вот Так вот Инкрементная Избыточность Это такая Штука Когда Вы передали Пакет И оказалось Что он Неверный Обычно Нужно запрашивать Пакет Заново Если мы не можем Его восстановить Если вы помните Например В циклическом коде Восстановление Можно было сделать Только Одного бита В Edge GPR Используются Другие Способы Восстановления сигнала Можно иногда Больше бит восстановить Так вот Для восстановления сигнала Не всегда Нужно Необходимо Запрашивать Заново Весь пакет Но Может быть Такое Что вот Были полезные данные Вот у него Избыточные данные С помощью избыточных данных Мы поняли Что есть ошибка Но их не хватает Для того Чтобы сигнал Восстановить И тогда По идее Нам нужно Больше избыточных данных Соответственно Нужно запрашивать Заново Пакет Инкрементная Избыточность Означает Что можем Запросить Не весь целиком Пакет Заново А просто Запросить Для этого пакета Немножко больше Избыточных данных Дополнительно И будет передаваться Не весь пакет Целиком С большим количеством Избыточных данных По пониженной схеме Кодирования А просто Передастся Немножко Дополнительных Избыточных данных Мы их добавим К предыдущим Избыточным данным И найдем ошибку И это довольно Элегантное Вообще там Способы кодирования Добавлены В которые мы не будем Углубляться Но в целом Это довольно интересно И позволяет Экономить трафик Что еще важно Здесь заметить То что Все вот эти штуки Ресегментация И значит Ну не все Значит Многие из этих штук Могут использоваться Только в старших Схемах кодирования Значит Первое Вот эта возможность Передачи не всего Блока пакетов А только того пакета Который испортился Может дополнительно Использоваться Только в старших Трех схемах кодирования Это MSC7 MSC8 MSC9 Окно адресации Увеличено во всем Edge Везде Во всех случаях Точность измерения Тоже есть Во всех Edge случаях Независимо от Схемы адресации А вот Инкрементная Избыточность Используется только Для самой старшей Схемы кодирования MSC9 Окей Итак Вот мы поняли Что есть Ой Сейчас Есть схемы кодирования Они отличаются Между собой Избыточностью А также Цифровой манипуляцией А также Еще на старших Схемах кодирования Могут Применяться Дополнительные Штуки Для того Чтобы нам Улучшить сигнал И так получается Невыгодно Что чем лучше У тебя сигнал Шум Тем больше У тебя есть Возможности Восстановить сигнал Без Ну типа Без дополнений Избыточных данных Без дополнительной Пересылки пакетов И без всего прочего Чем у тебя Хуже сигнал Шум Тем больше У тебя возможностей Есть Тем больше Надо добавлять Избыточных данных И прочие дела И поэтому Скорость Уменьшается Нелинейно Пропускная способность А Нелинейно Ок Наверное Все Это все Что я хотел Рассказать Про EDG Про GPRS Все хорошо Да Я читаю чат И как связь была Там Ну видимо Трансляции Никакой презентации Не было У Постникова Я так понимаю Ок Интересно Мы переходим К следующей лекции Следующая лекция Вообще Мы должны подходить Сейчас к сети 3G Я надеюсь Мы к ней подойдем Но наверное Перервемся тоже Где-то на середине Скорее всего И перед тем Как перейти к сетям 3G Нужно пару слов Сказать про сети CDMA Которые тоже Сети второго поколения Распросены были в Америке Немножко в Европе Немножко в России И Будет объяснено Почему нужно Про них тоже поговорить Ок Момент Мне нужно переключить Презентации Отлично Вот Следующая презентация Появилась Итак Первое Про что стоит поговорить Тоже пару слов Я об этом говорил На предыдущих лекциях Но повторюсь Значит У нас Есть Несколько Возможностей Разделять Сигнал Между участниками Среды Первый способ Который здесь не указан Это FDMA То есть Frequency Frequency Division Multiple Access То есть Множественный доступ С частотным разделением Когда между разными абонентами Разным абонентам Даются разные частоты Этот принцип работает всегда Частоты делятся между операторами Внутри операторов Они делятся между базовыми станциями Базовые станции Создают разные частотные каналы Для разных абонентов И эти частотные каналы Могут быть Служебными Могут быть Каналами С данными И внутри этих частотных каналов Тоже есть много абонентов Которые хотят Делить эту частоту И передавать данные Одновременно Есть два принципиальных Метода Делить Эту Среду Общую Первый Это Time Division Multiple Access Временное разделение Второй Code Division Multiple Access Time Division Multiple Access Это идеология такая Что мы этот Физический канал Связи Эту частоту Делим на Time Slot И предоставляем Эти Time Slot Разным абонентам И в течение одного Time Slot Можно передавать данные От одного абонента Причем Обычно Когда говорят Вот я говорю Сейчас канал Передачи данных Или канал Служебный канал Передачи данных Или там будут дальше Каналы для передачи Пакетных данных Канал для передачи Голосового трафика Такие каналы Секи каналы И все это каналы В основном Это Виртуальный канал Это не какая-то частота На которую передаются данные Это Можно сказать Это определенный Time Slot Внутри определенного Частотного канала Он как-то там Зарезервирован Ага Эта идеология Работает в сетях GSM GPRS А также В японских сетях PDC Про которые кто-то Читал доклад Другая идея Как делить частоту Между собой Это идея Которая развивалась В конкурентных Сетях Второго поколения Которые были Распространены в Америке Эта идея Называется CDMA Идея заключается В том Что Сигнал Передаваемый От разных Абонентов И от базовой станции Кодируется Разными Последовательностями Бит И все эти Данные Посылаются Одновременно В один Тот же Частотный канал Поскольку Получатель знает Последовательность Бит Которая ассоциирована С его Напарником Он может Декодировать Этот сигнал И понимать Что за данные К нему Переходят Лекция по DSSS Которая по-русски Звучит Как Прямо-последовательное Расширение Спектра Значит На основе Этой технологии CDMA Было Создано Несколько Версий Второго поколения Сетей Они были Распространены В Америке И в России Также были Операторы Которые Ими Пользовались Но они Не были Так популярны Как Операторы GSM Два Распространенных Стандарта Про которые В пару слов Я скажу Не буду Сильно углубляться Только настолько Насколько Типа Немножко Кругозор Расширить И настолько Это насколько Нам будет важно Для того Чтобы подойти К 3G Итак Вот в CDMA Два стандарта CDMA1 И CDMA2000 Ага Переходим Первый CDMA1 Вообще Его называют CDMA1 Да Или просто CDMA На самом деле У него есть Типа Название этого протокола Стандарта Это IS95 Потому что Был в общем В 1995 Году Скорость От 14,4 кбитсекунду До 115 кбитсекунду Частота Несущая 900 МГц Такая же Заметим Кстати Как и у GSM Используется Манипуляция Купа Ск То есть Квадратурная Манипуляция Фазовая Меняется фаза Причем в один Такт Умещается у нас По 2 бита Что лучше Чем у GPRS Я вижу Что я частично Закрываю Презентацию Попробую Себя переместить Чуть-чуть В другое место Какие есть Особенности У сетей CDMA И в чем У них преимущество Перед GSM Потому что в Америке Они GSM Все-таки победили И у CDMA Действительно Есть Очень Выдающиеся Преимущества Ну и Недостатки Значит Первое Про что хочется сказать Это Хендовер Мягкий Что значит Мягкий хендовер Сейчас Я закрою Лишние Лекции Итак Что такое Мягкий хендовер Идея заключается Вот в чем Когда я разговаривал Про сеть GSM Я говорил о том Сейчас Закрою окошечко Я говорил о том Что Поскольку у нас Есть частотное Разделение И одновременно На одной и той же частоте Передавать данные Нельзя Поэтому соседние соты Должны между собой Делить полосы частот И соответственно У них должны быть Разные частоты Противоволоженность Этому Сказал я В CDMA Как раз Все могут Передавать На одной и той же Частоте Данные Поэтому Соседние соты Которые находятся Друг с другом Рядом И даже Они перекрывают Друг друга Они могут Использовать Одну и ту же частоту Не мешаться Друг другу Что нам В целом Дает Повышение Пропускной способности Сказал я Но Эта пропускная способность Снижается За счет того Что нам надо Передавать Не один бит А несколько бит Которые его кодируют Так что В целом Тут баш на баш И никаких преимуществ Нету Но есть преимущества Другие Связанные с тем Что Тут происходит Мягкий хендовер Его делать проще И меньше Нужно тратить ресурсов Когда Мобильная станция То есть Телефон Переходит Из зоны покрытия Одной базовой станции В зону покрытия Другой станции Базовой В GSM Она меняет Частоту На которой Ей нужно передавать данные И она Подсоединена сначала К одной базовой станции А потом Она подключается К другой базовой станции Меняет частоту И нужно Более того Говорил я Иногда может быть такое Что хендовер Может переходить Внутри одной и той же Базовой станции Просто переходим С одной частоты На другую частоту Так вот, хендовера первого типа в сетях CDMA не бывает вообще, потому что внутри одной базовой станции нету многих полос частот. Есть одна полоса частот, на которой работают все. Значит, этот хендовер нам не нужен, хватает емкости на всех. Второе, когда мы переходим с зоной местоположения одной базовой станции в зону местоположения другой базовой станции, нам тоже не нужно менять частоту, потому что он продолжает находиться на той же самой частоте. И у нас он может быть подключен одновременно к двум базовым станциям, то есть он распространяет сигнал на одной и той же частоте, его слышат и одна базовая станция, и одновременно другая, и может уже начать принимать от него сигнал. И в тот момент, когда он, типа, контроллер решает, что мы переподключаемся от одной базовой станции к другой базовой станции, все, ничего специального не происходит, просто начинают пересылаться данные от другой базовой станции. Очень удобно, экономит ресурсы, не нужно сильно заморачиваться с синхронизацией и с прочими делами. Это классно. Второе. Гибкая емкость внутри соты. Это тоже довольно серьезное улучшение. Если у нас есть ограниченная частота, то есть у нас ограниченная частота есть в GSM, внутри этой частоты мы можем определенное количество частотных каналов сделать. Окей, мы их сделали. Внутри частотных подканалов мы можем сделать только определенное количество таймслотов, не меньше, то есть не больше. Мы не можем их меньше сделать, чем в стандарте предусмотрено. И у нас есть какое-то конкретное количество абонентов, которые могут находиться, обслуживаться одной базовой станции. При превышении количества абонентов, вас либо не пустят туда, либо будет выбрасывать кого-то другого, что неприятно и с чем иногда сталкиваемся во время больших праздников. В противоположности этому у CDMA нету никаких ограничений по количеству абонентов, которые могут обслуживаться одной базовой станцией. Потому что там нету никаких частотных подканалов, на которые... Ну, значит, частотный подканал, ладно, есть, но нету никаких таймслотов, в которые нужно умещаться. Как же так получается? Что, правда, можно бесконечное количество абонентов засунуть в одну и ту же зону покрытия базовой станции, и все будет хорошо? Нет, дела обстоят не так. Просто у нас, если есть много абонентов, то им нужно, во-первых... То есть, как они могут увеличивать количество абонентов? Можно удлинять количество кода, которым мы шифруем один бит информации, то есть длина чипа увеличивается. Но она тоже не может увеличиваться бесконечно, конечно. И в какой-то момент количество абонентов становится таким большим, что всеобщее наложение сигнала друг на друга делает его настолько шумоподобным, что из него сложно вычленить данные, приходящие от одного конкретного абонента. Но этот процесс происходит постепенно. Нет такого, что в какой-то момент у вас ворост выбрасывает. Это означает, что качество связи при увеличении количества абонентов все время ухудшается, 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 и ухудшается до тех пор, пока оно становится не таким плохим, что невозможно принимать данные. Но в целом это происходит плавненько, и в целом сеть CDMA может больше абонентов переваривать, чем сеть GSM. Ну и не нужно специально ничего для этого делать. Не нужно думать, какой размеры тайм-слоты, не нужно соблюдать баланс между количеством абонентов и качеством связи. Вот много абонентов, автоматически качество связи ухудшается само по себе. Мало абонентов, автоматически качество связи хорошее у всех. Все, никаких проблем, очень удобно. Гибкая емкость сети. Дальше есть еще парочка менее, ну то есть более сложных, не очень понятных штук. Это терпимость к многолучевому распространению. Что это такое? Значит, есть такие, при многолучевом распространении сигналов есть такой эффект физический, называется частотно-селективное замирание. Не углубляясь в подробности, можно сказать, короче, это портит данные, которые у нас передаются. Так вот, значит, у нас, поскольку широкий спектр здесь, нет узкого спектра частот, у нас энергия полезного сигнала распространяется в широкой полосе пропускания. И поэтому возникающие частотно-селективные замирания, они обычно сосредоточены в узком частотном канале. Они не могут нанести существенных искажений для всего сигнала, потому что сигнал идет по широкой полосе частот. В GSM это как бы невозможно, потому что у нас приходится делить все на узкие полосы частот. Что еще есть? В сетях с временным доступом необходимо использовать эквалайзер для снижения межсимвольной интерференции. Межсимвольная интерференция, это тоже, кстати, дема доклада. По-моему, ее кто-то рассказывал, и поэтому тоже углубляться в этом не буду, можете почитать. Но, короче говоря, эквалайзер нужно использовать. Это как раз один из способов снижения межсимвольной интерференции и скорость передачи и при высоких скоростях в сетях с временным разделением каналов. Значит, здесь нет временных разделений каналов межсимвольной интерференции. Нету эквалайзера использовать. Не нужно. Очень здорово. Ну и плюс, это общее преимущество вообще CDMA. То есть, то, что они шумоподобные и псевдослучайными, правда, сложно перехватывать сигнал и правда, сложно поймать чужие разговоры и дешифровать их. Отлично. Есть, с другой стороны, то есть, очень много очень хороших преимуществ, почему же GSM все-таки в некоторых случаях лучше, чем CDMA. В некоторых случаях лучше. Почему? Первое. Системы CDMA являются... Это минусы. Системы CDMA являются самоинтерферирующими. Что это значит? У нас, представьте, есть несколько абонентов, и эти абоненты, один находится далеко от базовой станции, а второй мобильный абонент находится близко к базовой станции. Эти мобильные абоненты используют не совсем независимые друг от друга коды для кодирования сигнала. Они должны быть ортогональными, если говорить прямо в терминологии. Они не всегда будут ортогональными. Не ортогональны. И поэтому чем больше будет мобильных устройств в этой сети, тем больше они будут влияние оказывать друг на друга. Сложно, короче, сделать такие коды, которые не будут мешать друг другу накладывать маску и вычленять этот сигнал. И поэтому в целом есть ограничения на... То есть чем больше будет абонентов, тем больше они будут влиять, тоже нелинейно будут влиять друг на друга. Дальше еще... А, это не связано с тем, что один далеко находится, один близко. Извините, я чуть перепутал. Вот, это вторая проблема. Если один находится далеко, а другой находится близко, поскольку они все на одной и той же частоте работают, тот, кто ближе находится, у него сигнал меньше затухания у него у сигнала. Мобильный телефон, который далеко находится, у него больше затухания. И все эти сигналы передаются, как мы помним, на одном и том же частотном диапазоне. И получается из-за этого, что те абоненты, которые находятся близко к базовой станции, они глушат тех абонентов, которые находятся далеко от базовой станции. И таким образом, получается, искусственно сокращается территория, на которую могут передавать данные. Да, если все далеко, то территория большая. Но это вряд ли может быть. Обычно кто-то находится близко, а кто-то находится далеко. И несмотря на то, что сигнал у нас может быть далеко, нам нужно искусственно уменьшать расстояние и ставить точки базовой станции ближе друг к другу, для того, чтобы нивелировать эту проблему. Ага. Окей. Вот. Но в целом, что можно сказать? Что вообще плюсы и минусы этих сетей, я имею в виду GSM и CDMA, если мы рассматриваем, они в целом друг друга нивелируют. То есть в чем-то одни лучше, в чем-то другие лучше. И просто зависело от того, какая сеть на каком стандарте. То есть и GSM получилась хорошей работающей сетью, в которой можно передавать данные, несмотря на то, что у GSM меньше скорость. И CDMA. Ну просто так получилось, что сеть GSM быстрее застолбила себя в Европе, все абоненты уже в сети GSM, и поэтому остальные тоже переходят в сеть GSM. А в Америке получилось наоборот. Ну да, мы в целом можем позвонить из сети GSM в сеть CDMA, но все операторы любят, когда все абоненты у них в одной сети. Короче, так получилось, что в Европе больше было распространено GSM, а в Америке было больше распространено CDMA. Но и в Европе тоже были CDMA-сети, поэтому CDMA-сети тоже, то есть CDMA-телефоном тоже можно было выйти в роуминг в Европе. Просто это было не такая популярная операция, и, может быть, подороже чуть-чуть стоилось за этого. Но, и, например, когда Стив Джобс выпускал первый iPhone с картами, как мы выяснили, он выпускал для сети 2G, и потому что сеть 3G тогда еще, как бы, она уже была, но, как бы, Стив Джобс посчитал, что он недостаточно развито, он хотел выпустить такой телефон, который будет 100% работать уже везде, чтобы у абонентов не было никаких неприятных ощущений. И он сделал его под 2G. Это означает, в частности, то, что первый iPhone имел два стандарта. Он работал на CDMA и на GSM. Для Европы и для Америки выпускались несовместимые принципиально телефоны. Телефон для американцев нельзя было подключиться к Beeline, да, скажем, в России. И наоборот. И, соответственно, телефон CDMA американский, он прилетал когда в Европу, iPhone тоже не мог подключаться ко всем мобильным операторам и прочие дела. Телефон iPhone, следующий iPhone, который вышел, это был iPhone 3G. По-моему, я не ошибаюсь, вы меня поправите в чатике, если да, если нет. Ну, по-моему, я прав. Был первый iPhone сначала, а следующий iPhone сразу же iPhone не 3, а iPhone 3G. Это типа второй iPhone, он так назывался, потому что он работал в сетях 3G. И мы как раз здесь переходим к сетям 3G. Ой, слайд не там перешучил. Что можно сказать про сеть 3G? Какая идея за ними стоит? Когда я классификацию сетей рассказывал, я об этом говорил. И даже говорил, что это довольно сложно понять. И придется, наверное, еще раз об этом это объяснить. Но сейчас у вас уже багаж знаний увеличен, и вам будет проще воспринять то нагромождение слов, которые я говорил в самом начале. То есть идея состоит вот в чем. Ага, загляну в чатик, кстати, что там, как дела? Все, все нормально. Идея состоит вот в чем. То есть сети 3G, они имеют принципиальное отличие от сетей 2G. Вся идея о том, что у нас должны, что есть какие-то поколения, и что вот есть второе поколение, а еще есть первое поколение, есть третье поколение, оно появилось именно в этот момент, в момент разработки сетей третьего поколения. До этого не было такой идеи. На самом деле никаких специальных сетей третьего поколения не разрабатывались. Разрабатывался просто следующей версией стандартов. В первую очередь разрабатывал следующую версию стандарта GSM и разрабатывал следующую версию стандарта CDMA. И у обоих этих версий были сходная идея. И когда эти версии новые вышли на рынок, версия для GSM получила название сначала WCDMA, а потом мы ее переименовали в UMTS, но в целом это не очень понятно никому, тем более что есть еще просто CDMA, а вот есть WCDMA, который не CDMA, на самом деле, а следующая версия GSM. И все это очень сложно, непонятно. И самое главное, непонятно пользователю, чем же, например, следующий новый телефон, который поддерживает WCDMA, который на самом деле UMTS, который не имеет никакого отношения к американскому CDMA, чем он лучше, чем предыдущий мой телефон. Очень простое объяснение было найдено для этого, что теперь вот эти стандарты – это 3G, а то, что было до этого – это 2G. 2G – это старый стандарт, второе поколение, а 3G – это новый стандарт, третье поколение. А еще, оказывается, есть 1G, который был в 80-х годах с аналоговым сигналом. Окей. Когда это объявили, 3G, нужно было сказать, есть это поколение, особенно третье, чем оно принципиально отличается от сетей второго поколения. И принципиальное отличие есть. И это принципиальное отличие, этим отличаются и сети третьего поколения американские, CDMA, про которые я поговорил сначале, и сети третьего поколения европейские, которые и стали 3G в сегодняшнем понимании. Значит, общая идея такая, считая, что у временного разделения каналов и у кодового разделения каналов есть свои преимущества, которые нельзя игнорировать. И что, используя только одну эту идею, мы себя ограничиваем. И в целом, можно, конечно, увеличивать скорость… Ну, основная задача, естественно, это увеличение скорости передачи данных, пропускной способности. И можно увеличивать цифровую манипуляцию, ну, и понятно, и мы это будем использовать. Но еще, может быть, можно использовать какие-то дополнительные возможности. Например, в сетях GSM используют возможности кодового разделения, а в сетях кодового разделения использовать возможности, которые дает временное разделение. И плюсы и минусы вам были обрисованы чуть-чуть перед этим. И так, и консорциум, который развивает GSM в Европе, группа GSM Group Mobile, которая потом переименовывалась, и сейчас все по-другому называется. И американские производители, там тоже американские операторы AT&T, Verizon, плюс там какие-то производители чего-то там. Ладно, не буду, неважно. Короче, всякие вендоры, производители оборудования, значит, которые развивают CDMA, они хотят выйти, выкатить новую версию и захватить рынок. И лучше всего будет так, чтобы победить своих конкурентов из Европы, а европейцам победить своих конкурентов из Америки, из Японии, и сделать, наконец-то, единый стандарт по всему миру, чтобы не было этих ужасных мучений с несовместимыми телефонами. И стоит на кону победа в мировой конкуренции за мобильный стандарт. Идея состоит в том, чтобы совместить и временное разделение, и кодовое разделение. Эта идея очевидная. И все стандарты третьего поколения несут идею такую. У нас есть частотная полоса, как обычно. Эту частотную полосу мы делим, как обычно, на подчастоты. И внутри этих подчастот мы делим все на тайм-слоты, как и раньше. А внутри этих тайм-слотов мы допускаем большое количество абонентов с кодовым разделением. Это значит, что у нас, когда перегружается сеть от количества абонентов, нам не нужно делать ему хенд-овер на другую частоту или на другой тайм-слот, хенд-овер первого типа. Мы можем его уместить в тот же там слот, который есть. И у нас мы можем туда засовывать абонентов столько, сколько угодно, пока он с качеством связи не перестает снижаться. Но, значит, мы будем сначала делать именно частотное разделение, потом временное, а внутри временного кодовое. Потому что, используя временное разделение, разделение на тайм-слоты, мы можем уменьшить, избавиться от минусов CDMA. Минусы это вот типа дальняя связь и ближняя связь. Можно, например, всех нижних абонентов засунуть в один тайм-слот, а всех дальних абонентов засунуть в другой тайм-слот. И они не будут друг с другом интерферировать таким образом. И у нас не будет минуса сетей CDMA, которые как раз вот это проблема ближней дальней зоны, и не будет проблем самоинтерферирования внутри тайм-слота. И у нас не будет слишком много там абонентов, потому что мы не будем всех абонентов засовывать на одну и ту же частоту. Мы будем просто внутри тайм-слота немножко абонентов засовывать. А может быть одного, а может быть нескольких. Короче, это классная идея, которая в целом дает нам преимущество обеих сетей и в целом не очень много дает недостатков от этих обеих сетей. Очень классная идея. И обе группы, которые разрабатывают мобильные стандарты, движутся в одинаковом направлении, которое более-менее очевидно для всех. И мы сейчас говорим пока что про CDMA. Американцы выкатывают новую версию, и они причем сделали это первыми, по-моему, они выкатывают версию CDMA 2000. Она выходит как раз в 2000 году, еще имеет CDMA 2000, это коммерческое название, а EFDO это стандарт, по-моему, внутри разработчиков, как он назывался. Что он давал? Это 3 Мбит в секунду, частота та же самая, 900 МГц, у нас добавлена цифровая манипуляция к кубу SK дополнительно, 8 PSK 16 QM, и мы теперь понимаем, что это на самом деле схемы кодирования, новые добавлены с сохранением старых схем кодирования. У нас используется, как вы видите, и кодовое разделение, и временное разделение, ширину канала, они сделали 1,25 МГц. А сейчас я перекатываюсь на сети 3G. Значит, основные требования к сетям 3G были сформулированы Международным союзом электросвязи, и какие это были требования? Это сочетание пакетной коммутации данных и коммутации каналов, то есть означает, что у нас есть отдельные каналы с потоковой передачей данных, с голосовой связью, и отдельные каналы теперь нужны, которые для передачи пакетных данных служат. Потому что, в целом, вот этот костыль, который придумали в 2G, типа, будем передавать пакетные данные все-таки в промежутках между голосовым трафиком, но хотя бы параллельно, это нам убыстрит связь, это костыль. Нужны отдельные каналы, специально зарезервированные, чисто про передачу пакетных данных, что нам даст увеличение скорости и возможность широкого использования интернета, типа, смотреть ютубчик, все хотят. Сочетание пакетной коммутации данных и коммутации потоков. Дальше. Это вот как раз сочетание временного разделения и кодового разделения, высокая скорость передачи данных, поддержка иерархической структуры SOT, и повышение скорости передачи сначала ставили задачу поставить на 2 Мбит в секунду. Так. Момент. Ага, вот, и у нас, соответственно, есть CDMA 2000. Сейчас, момент, момент. Есть у меня картинка такая. Ну, наверное, я словами ее пишу, это будет быстрее, чем объяснять, что происходит. Короче, одновременно с сетью CDMA 2000 по точно тому же стандарту двигается GSM. Причем, группы для разработки GSM объединились с группой японского стандарта PDC, и они начали делать гибрид между собой, для того, чтобы можно было переходить на новую версию протокола одинаково, просто, и с сетей японских, и с сетей европейских. Когда я на первой лекции говорил, что это гибрид между американской системой и европейской, на самом деле это не совсем верно, потому что это гибрид между европейской системой и японской, и оба европейской и японской системы, и PDC и GSM использовали временное разделение каналов, и было проще совместить друг друга, чтобы внедрить кодовое разделение. Когда я говорил, что это гибрид между европейской и японской, я имел в виду, что это гибрид между временным разделением каналов, на самом деле, и кодовым разделением каналов. Значит, группа GSM выкатила новый стандарт, который они назвали WCDMA, и этот стандарт разработан совместно с японцами, он, значит, как бы следующее поколение был и для тех, и для других, вот, и сразу завоевал популярность и в Японии, и в Америке, и в Японии, и в Европе, и постепенно вытеснял стандарт американский. Почему это произошло? Несмотря на то, что американский стандарт был выкачан немножко раньше, оказалось, что, типа, он не такой надежный, и не все там было сделано хорошо, и там производители, которые начали его, вроде как, выставлять на... выпускать в продакшн, столкнулись с проблемами. Сети же, которые использовали GSM, они, видимо, выкатили чуть-чуть попозже, но дали более надежные результаты. Вообще, в целом, все, что можно сказать про 3G, там, конечно, было все довольно сложно, потому что сети третьего поколения, вот с этими идеями со всеми, они начали разрабатываться в 90-е годы, причем даже в начале 90-х годов. В начале 90-х годов никакого интернета не было. Они собирались выпускать стандарт 3G в начале 2000-х годов. Но так получилось, что к 97-му году, особенно к 98-му году, стало понятным, что те скорости, которые предполагались, и мы можем выкатить на 3G, они уже недостаточны. И требования к сетям третьего поколения были скорректированы. В первую очередь, в сторону того, что нам нужны отдельно передачи пакетных данных, и что эти пакетные данные должны передаваться очень быстро. То, что люди хотят использовать гугл-карты прямо вот со своих телефонах. И, значит, то есть получился такой процесс, что требования, по которым сначала разрабатывали 3G, они были как бы отменены, были требования поставлены новыми разработчиками, и многие вещи нужно было разрушить, чтобы заново строить. Соответственно, группа GSM поступила чуть-чуть более дальновидно. Они откатились назад, отменили многое из того, что они делали, и начали все строить заново. И стандарт GSM вышел в продакшн где-то, по-моему, в 2005-м году, в 2006-м уже начали поставить станции. Стандарт 3G, который CDMA 2000, они начали запускать его рано, но оказалось, что в современное время и современным интернетом это плохо сочетается и не дает тех результатов и тех прирост скорости, которые нужны всем. Тогда как сеть 3G, которая европейская, ее построили таким образом, что она была не очень быстрая с самого начала, но у нее сразу были возможности к дальнейшему увеличению емкости. И вот сейчас, когда у вас на телефончике горит H вверху, это означает, что у вас сеть HSPA сейчас есть, и эта сеть HSPA, это на самом деле сеть 3G, и там довольно высокие скорости, до 10 мегабит в секунду. И просто базовый 3G мало когда у нас попадается, именно вот поэтому. Типа они внедрили сначала 3G, и потом начали его быстренько накатывать, новые версии HSPA. Мы про это как раз сейчас поговорим. В целом получилось так, что стратегия GSM в Европе сработала, плюс к этому они объединились с японцами, и сделали единый стандарт на территории Японии и Америки, и задавили, короче говоря, Америку. Именно в общем в связи с этим, в связи с тем, что не было нормального стандарта в Америке, а Apple был ориентирован в первую очередь на Америку, и Apple не мог понимать, какой телефон ему надо выпускать, и он хотел подождать, пока один другого не победит гигантом. В целом, к моменту выпуска айфона, в целом уже было все понятно, первого айфона. Но там же тоже какая-то есть цикл разработки и прочих дел. В 2007 году было понятно, что да, 3G, который раздавался в Европе, победил американский 3G, и тот не сможет конкурировать. И все американские операторы начали переходить на 3G европейский. Соответственно, следующий айфон, который выпустился через некоторое время, он же поддерживал 3G европейский, и система CDMA, ее наследник, следующий CDMA 2000, чем меньше у них оставалось абонентов и операторов, тем меньше у них было ресурсов для того, чтобы развивать свою систему, чем меньше у них ресурсов, тем они медленнее развиваются, и тем быстрее проигрывают GSM, ну и как бы и так далее. В результате GSM, то есть не GSM уже, а 3G европейский победил, и он стал владеть миром один стандарт, одна сим-карта и все такое. И теперь правит миром. Вот такая история положительная, я бы сказал. Смотрю в чатик на всякий случай. Вы все так же ничем мне не пишете, надеюсь, потому что вам все понятно, а не потому что ничего не слышно и не видно, и вы отвалились от моей трансляции. Напишите плюсик, если вы там есть. Хорошо, отлично. Это вот у нас был небольшой краткий экскурс в сети CDMA. Сеть CDMA, а для того, чтобы чуть-чуть приблизиться к сетям третьего поколения. И вот у нас есть сеть третьего поколения 3G, которая сейчас в основном на телефончиках как 3G. Иногда вы видите у себя UMTS наверху, иногда может кто-то видит U, иногда даже кто-то видит W в виде WCDMA. И это все на самом деле означает одно и то же. Если вы зайдете, вот я сейчас прямо попробую зайти на Яндекс.Маркет, посмотреть какой-нибудь телефон стандарта, который он поддерживает. Надеюсь, у меня из-за трансляции не будет опять тормозить интернет. Да, он тормозит. Но чуть-чуть попозже вам кину ссылочку. Там обычно прямо видно стандарты, которые поддерживают этот телефон. И там, скорее всего, будет написано UMTS. Так, Яндекс.Маркет открылся. Нет, пока что не загрузился до конца. Пусть грузится. Ага, вот загрузился. Какой-нибудь Huawei P40 Pro открываю. Спонсорский товар, между прочим. Не реклама, а обзоры, характеристики. Открываю характеристики. Связь. Стандарты связи, которые... Ага, тут уже не написано. Тут написано... Вот раньше писали прямо UMTS. Написано GSM 900 3G 4G LTE 5G. Ну, потому что, видимо, людям вообще тоже непонятно, что такое UMTS. Но вы все-таки можете найти это сокращение. Итак, значит, что было? Какая цепочка была? Да, я буду в чатике писать. Цепочка была такая, что сначала придумали... Значит, что делал GSM? Значит, сначала они разработали стандарт, который называется... TD-CDMA. На всех этих промежуточных стандартах я не буду останавливаться. Это Time Division, Code Division, Multiple Access. Сейчас еще и открою. Это дерево. Походу, друг к другу, как они возникали, чтобы не запутаться. Ну да, вроде того. Time Division, Code Division, Multiple Access. Затем они из него сделали WCDMA. Что означает... Что означает... Wide, по-моему... Wide Band CDMA. Широкополосный CDMA. И он как раз тоже поддерживал... Поскольку ты наследник TDC и VMA, он как раз поддерживал одновременно временное разделение и кодовое разделение, как мы как раз видим. И вот этот вот WCDMA, из-за того, что он абсолютно вообще был, никому не понятен, обойдет всех заблуждений, и все путались с тем, что это... Ну, типа, имеют какое-то отношение к американскому CDMA, а не к технологии CDMA, которая... Code Division, Multiple Access. Американский CDMA на самом деле не CDMA, а IS-95. Ну, короче, очень большая путаница. Наверное, вы даже тоже сейчас путаетесь, пока я говорю. Решили WCDMA переименовать. И переименовали его в UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. И это переименование тоже оказалось недостаточным, и поэтому теперь это называют просто 3G. На основе UMTS сделана надстройка HSPA. Эту надстройку мы будем отдельно рассматривать. Это примерно точно так же, как произошло у нас с Edge и GPRS, но не так драматично и не так сложно было делать эту надстройку. Потому что она была... Ее возможность была заложена изначально. Итак, значит, вот у нас... Переходим как раз к Европе, и к дальнейшему возвращаемся в ветки развития, которая даст нас привести к LTE. Итак, это как бы следующий стандарт, который вытек одновременно из GSM и из PDC. Было несколько промежуточных стандартов для разработчиков. Это TD, CDMA в первую очередь. Из TDMA был стандарт выделен. UMTS, который является стандартом третьего поколения, он был выкачан в продакшн, были телефоны, соответственно, есть, которые поддерживают до сих пор, и базовые станции, и, соответственно, архитектура сети появилась, специальная, которая все это обслуживает. Все работает. Короче, мы пошли в продакшн. Значит, 100 за характеристики у UMTS. Это скорость маленькая, 2 Мбит в секунду. Кстати, заметьте, меньше, чем у CDMA 2000. Частота передачи данных 2000 МГц, на который передается этот сигнал. Тут, кстати, надо сказать, что производители схитрили и повысили частоту передачи данных, что дало небольшой прирост в скорости, как мы понимаем. Но при этом хуже стал передаваться на более короткое расстояние, хуже проходит через стены. Как вы все знаете, можно зайти в какой-нибудь подвал, или в подземный переход, и там EDGE у вас будет ловить, а 3G LTE не будет ловить, потому что 3G работает на более высокой частоте. Окей, хорошо. У нас цифровые манипуляции. Вообще, поскольку там все делается с нуля, в результате там, конечно, были идеи, типа нужно делать так, чтобы была поддержка GSM. Но вот это, опять же, то, на чем ошиблись американцы. Они старались делать совместимость с предыдущим стандартом, с IS-95. И в целом логика тут была понятна, чтобы не нужно было заново строить всю инфраструктуру. Потому что, типа, это дорого. И вот, и вот они, типа, выкатили. Но на самом деле оказалось дальновиднее. И это стало понятно разработчикам UMTS. Нам нужно сделать такой стандарт, который не совместим с GSM вообще никак. Практически. И да, нужно будет построить полностью новую инфраструктуру заново. Да, в телефонах должны быть две одновременно антенны, которые поддерживают и GSM, и UMTS. Но мы можем весь legacy код и все legacy оборудование просто выкинуть и построить все заново. И нам это даст прирост скорости. Если мы станем лучше, чем американцы, то мы победим. Ну, в общем, они выиграли. Что было в целом вначале не очевидно, скажем так. Но вот это произошло. Это тоже, кстати, существенный элемент. Так вот, никакого legacy вообще. Полностью заново выстроена инфраструктура. Оператор, который хочет построить сеть UMTS, должен строить все заново. Ставить новые вышки, ставить на них оборудование, ставить там все коммуникационное оборудование, все заново. Ну и, кстати, это немножко повезло завоевать Америку, потому что когда у оператора Verizon, американского, у него выбор, типа, все равно надо строить новую инфраструктуру, ну, типа, ничего страшного. Можно строить новую инфраструктуру в совершенно несовместимой технологии. Она совместима только в том месте, где у нас Mobile Switching Center один соединяется с Mobile Switching Center другим, и они могут передавать друг другу данные. Ну, мы это поговорим отдельно. Так вот, да, полностью несовместима архитектура. Не надо поддерживать GMSK, схемы кодирования. Это GPRS, ничего не поддерживается. Абсолютно независимая сеть, на другой частоте даже работает, как вы видите. Значит, цифровая манипуляция там, QPSK и 8PSK поддерживается кодовое разделение, плюс временное разделение, плюс частотное разделение, Time Division и Frequency Division. Ширина канала частотного, в который упаковываются временные, в который упаковываются кодовые, это 5 МГц. Следующий слайд про архитектуру. И тут надо сказать, что мы уже довольно долго рассказываем, слушайте вы эту лекцию, особенно после, наверное, это уже третья лекция сегодня, так что уже, наверное, тяжеловато. И вот я вижу, даже отметок нравится меньше, чем у предыдущей лекции. Ну, мне ничего страшного, потому что мне не надо рекламу покупать в YouTube. Но я вижу по вам, что вам тяжеловато приходится. И надо подумать, углубляться ли мне в архитектуру всерьез, или не углубляться. Давайте, опрос, давайте, пишите там, пожалуйста, в чат. Углубиться в архитектуру или в следующий раз. В целом, там вообще довольно много, кстати говоря. Все точно не удастся рассказать. Пожалуй, я даже волонтаристским методом приму решение сейчас. Вот у нас классная картинка, она, кстати, не такая страшная, как в сети GSM. Я посмотрю, может, вы что-то пишете мне в чат. Ничего не пишете. Ну, может, вы что-то напишете. Ну, ладно, короче, волонтаристское решение у меня сегодня такое. На этом эта лекция заканчивается. Вот вы можете поглядеть на этот слайд, который вы видите. И про архитектуру EMTS, а заодно и про HSPI и HSPI+, я расскажу в следующий раз. Про устройство вот этого всего, вот этого. И как там еще особенности 3G, что там, как он работает, чем отличается от предыдущего. Там есть стэк протоколов, который я не буду вам рассказывать, но в двух словах расскажу, что он есть и там какие у него особенности. И после того, как мы обсудим на следующей лекции архитектуру EMTS, HSPI, HSPI+, мы закончим 3G. После этого есть две лекции по LTE, потому что LTE вообще невероятно устроен, но он очень круто продуман, очень красивый протокол. И там есть много о чем прямо рассказать. И тоже он полностью с нуля будет сделан, поэтому там мы будем много рассказывать. У нас две лекции про LTE, соответственно, есть. И на самом деле это все. Потому что про 5G рассказывать ничего я не могу. И, соответственно, вот у нас будет следующая неделя. Это лекция про EMTS. Одна единственная. А потом не майские ли праздники начинаются у нас? Сейчас посмотрю. Да, и майские праздники как раз начнутся. И надо посмотреть там, как нам сделают расписание. Не очень понятно. И, скорее всего... Короче, я подумал, как у нас там будет происходить. Я имею в виду, когда мы сделаем РК. Вообще, РК проходит обычно после первой лекции по LTE. А вторая лекция по LTE. Из нее материал только будет в экзамене. Но посмотрим, как там будет происходить. Короче, вас ждет еще 3 лекции теоретического материала. Всем спасибо. Отдыхайте. Да, вот. И вы как раз говорите. В следующий раз, чтобы цельная картина была. Как хотите, я пересмотрю потом. Ага. Вот, конечно. Мне приятнее рассказывать, когда вы все тут есть чатики. Надеюсь, вам тоже приятнее слушать, когда я тут болтаю в онлайне. Все. Что-то я не могу остановиться. Всем спасибо. До свидания. Хороших выходных. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok